В Древней Руси, да, в общем-то, и сейчас эти традиции сохраняются, должна быть определенная еда. Вот здесь вот Равин говорил уже об этом. В Древней Руси тоже подавались щучьи головы на барском столе у бояр там или у князя, или у царя непременно они были. И тоже определенный был символ. Скажем, непременно подавали поросенка. Вот домашнюю птицу не подавали. Там кур, петухов на стол не ставили. А вот свинья непременно была. Почему? Потому что символ плодородия и символ богатства. Поэтому свинину подавали. Но это был обычно запеченный поросенок. На Руси не любили резать. Вот это дробление, оно было не в практике, скажем так, а разламывали. Если же это был барский стол, боярский или княжеский, то там непременно подавали лебедя. Для Екатерины второй француз изобрел особое блюдо. Он брал анчоус, помещал его в оливку, оливку в жаворонка, жаворонка в рябчика, рябчика в фазана, а фазан запекался в поросенке. Кошмар какой-то напоминает сказку о Коще и Бесвеже. Совершенно верно. Вот оттуда он и почерпнул вот эту символику. Вот как француз сообразил и сделал. Это блюдо называлось императрица. И когда императрица приглашала к себе высокопоставленных господ, естественно, своих министров и послов иностранных, и вот кому она отламывала, подчеркиваю, не отрезала, отламывала вот кусочек этого поросенка, это была оказана самая высочайшая честь. И один русский, ну, мы же русские люди, поэтому один купец заплатил огромные деньги для того, чтобы выведать этот рецепт и сделал у себя. Ну, если у одного русского появится, то уже быстро распространяется по всем другим праздничным столам. Так что вот такие с Новым годом и кушанье распространялись. Но вот повечерие, вот сегодня повечерие такое, должно быть обязательно колево, вот тоже вот кол круг, да, и оно, это особая, так сказать, вот каша из пшеничных зерен, ну, можно и других зерен, но обязательно нужно добавить туда и мака, и изюма, и, в общем, 12 всяких разных ингредиентов в эту кашу. Ну, вот как 12 месяцев, да, 12 ингредиентов, и на столе должно быть не менее 12 кушаней, чтобы кот был богат и приносил, вот как сколько маковинок в этой каше, сколько звезд на небе, столько денег должно быть в каждом доме. То есть вот тоже, в общем, символики такая распространенная. Кстати, оно было еще и в зычестве, она сохранилась и вот на этих уже застольях в христианстве. Что еще? Вот если это княжеский стол или боярский, непременно должна быть дичь. Эти самые гуси и утки дикие, естественно, и цапли, и фазаны, и так далее, и так далее, но кроме домашней, потому что считалось, что самое худое дело, когда домашнюю птицу ставят на стол, но что богатство уйдет из дома. Продолжение следует...